На основании протокола заседания Межведомственной комиссии по вопросам освобождения земельных участков от незаконного размещения некапитальных объектов принято решение об освобождении муниципальной земли. Собственник самостроя за два дня должен сам убрать объект. Если строение на месте, то специалисты муниципального контроля самострой демонтируют. На курорте такой опыт работы применили впервые. Оживленная улица недалеко от моря – прибыльное место для торговли. Именно здесь коммерсанты самовольно установили некапитальное строение, металлический павильон очки. Новую торговую точку открыли на муниципальной земле, на территории общего пользования, да еще и на пожарном проезде. Объект демонтирован и перемещен на специально организованную для хранения площадку. В ходе мониторинга специалисты управления муниципального контроля выявили еще один самострой – кафе. После чего управлением был создан пакет документов и отправлен на Межведомственную комиссию. Межведомственная комиссия приняла решение о демонтаже данного кафе. В настоящее время демонтаж кафе происходит самостоятельно с собственниками во избежание повреждения строительных материалов, которые находятся на этом кафе. Но не все предприниматели готовы расстаться с мыслью о легком заработке и выполнить требования городских властей. Убрать нелегальное строение так же самостоятельно, как они были установлены. К слову, немало вопросов вызывает обеспеченность коммуникациями таких торговых самостроев, например, электроэнергии. В селе Витязево специалисты муниципального контроля демонтировали самовольно установленные торговые места – стихийный сельскохозяйственный рынок. Деревянные строения разобрали и перевезли на спецплощадку на улице Астраханской, 120. Срок хранения объектов – не более шести месяцев. Для возврата хозяевам торговых павильонов необходимо обратиться в Управление муниципального контроля с заявлением, вместе с которым должны быть и документы, подтверждающие право собственности.